Субтитры делал DimaTorzok 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 ДobyTorzok Дorzok Эта типовая веранда 顬 Гонка коричневая И и там тоже всё перекрасила бело цветовой кликви Светлый красивый и уже там сама ручками Вы сделали макрамэ-качели Красивое made to new Korean Применила старую мебель там стоит детской кроватка винчи как девальчик И и дальше я перешла вот на мою кухню Как говорят сердце дома хозяйки кухня Это была кухня. 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 Она была типовая. Шкафчики коричневые. Знаем, что мебель у нас внутри ДСП или МДФ. И сверху пленочка. Я решила пленку не снимать. Она не снималась. У нас сейчас современный мир. У нас очень большой выбор красок по мебели. Специально уже есть отметка для перекраски мебели. Тут я не снимала пленку. Перекрасила. Заказала шкаф под духовку. Духовку ставила. Столичницу купила. И врезали уже сами. Духовку, мойку. Поменяла стекленение. И, кстати, плитку я тоже фартук перекрасила в белый цвет. И получилась у меня кухня такая в скандинавском стиле. Сейчас все модно. Духовку дала. Второе дыхание кухне дала. То есть я тут себя реализовала. Денежки семейные сэкономила. И сделала под себя красиво. Ну и элементы декора я сама сделала. Вот вышла такой плакатик сама. Сделала полочку. Тут макраме у меня. Сюда иногда книжки по рецепту вложила. И полочки тоже сами сделали. Ну и картину тоже сама нарисовала. Эй, да? Да, еще. Я успела курсы по акварели провести. И иногда вот рисую. Да. Эй, тогда SEGA мне не стоит. Вот. Вот у меня это время, как сэкономила, на сэкономилестер streamlined, на сэкономиле, на сэкономиле, чтобы найти сэкономиловане. Это, как бы, можно сказать, зол в душе и сама учка я. Я смотрела, как люди сами делают ролики, видеоролики. И черпала туда, Что-то пробовала делать, что-то не получалось, и выкидывала, потом снова убралась. Вообще первый опыт это была перекраска стен, потом уже пошла-поехала, и вот кухня сделалась, вот стулья сделала. Вот после реставрации, да, там келенье, кем-не, или вен-турару, она самая дарахана устуга тука. Самое трудное вот это вот стулья, да? Их вариаций много, но их можно найти, и чтобы он был, главное, целый и крепкий. И тут много мелких деталей, как мы видим, спинка, все ножки, сидушки отделяются, и надо все видео фиксировать, фото фиксировать, чтобы потом заново собрать, и снимать покрытие старое, заново все делать. Ну, у меня вот такой светлый кандидатский стиль, я вот тут выбрала светлое дерево маслом. А что она краска тут там растамбаранган, а хайдах по харджюнь берегканя? Вообще, этапы какие? Ну, разбираем мебель, а потом спецсредствами снимаем, покрываем покрытие спецсредством и шпателем все снимаем. Есть такая машинка, шлифмашинка, и я шлифую до состояния идеального дерева. И потом уже думаю о цвете дерева. И я всегда предпочитаю масло по дереву, и уже покрываю масло. Если что-то там дети есть, животные у нас, да, то я могу заново отшлифовать и покрыть маслом. Тем самым это легко как бы заново превратить во воловое, да? Ага. Некоторые тоже воском прибегают, это для более прочного покрытия. Но я лаки, воски вообще не предпочитаю, да? Я люблю масло, и ощущается мост, дерево, тепло. А, у нас там масса фурнитура, да? А, масса фурнитура, да. Сейчас она современная, поэтому надо сохранять то, что от стульчиков есть. Ну, там тоже есть спецсредства для снятия ржавчины, там, подержали немножко, там, промыли. Но если не нашлось, то можно пробежаться по мебельным магазинчикам и поискать подходящие болтики и фурнитурчики. А раз, вот, там, делай булади, чоны, где краска хаирка, растырка, ары-араха. Потом чищу, шлифую до состояния. Несколько раз можно шлифовать грубой зернистостью, потом мелкой. И потом уже, тут уже начинается самая полет фантазии. Уже цвет выбираешь деревом и покрываешь. Потом, джейн, обсе и стиль, джейн, рейн, 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 рейн. Я люблю очень скандинавский стиль, в таком уютном, немножко деревенском стиле, как у бабушки у дома, с элементами ретро-мебели. Ну, чтоб всё было в одной такой композиции. Чонна джейн стиля Дохтен Буларих. Я бы сказала, в деревенском городе у меня. Эй, джейн, а ты гин, да. Я бы себя так назвала в соцсетях. Такой уют ЕКТ, где тепло, уютно. И у меня каждая мебель, это, как бы, отдельная история. И мне это греет душу, потому что я всё сама сделала. Ну, пыллади, кейбе, айтен, асатабуына, нелетнен, аңыр бутылайта, күнде онна сыналах болыр. Күнде күрәтші тарбейт, анатавын, беғеге білген ағаз эфирга хүләлейтіра бут. Бутақсандырар ватсап нёмерге баяғат эндереге ағыт ұйтылыргыдың ұйтылаған беғегей бересу тақайандығына аппеттек бит. Жангельтеп тарбейт, аңыр беғеге білген ағырлықты. Гүрінтовқтер неғады. Аңырлықтар білген аға, да, вот тут же идет пленочка, но я просто не избрала с пленка, потому что эта мебель была практически новая. Да, надо ее обязательно обезжирить, обеспылить, это спиртовыми средствами, потом есть два вида краски с грунтовкой уже идет это для ленивых и которая идет просто так краска, поэтому кто-то берет грунтует, потом красят а кто-то берет сразу краску, сгрунтует и одним махом, как я перекрашивает мебель ну конечно это все снималось с каждой дверцы, шкурилось чтобы краска хорошо впиталась и брала в себя кухню я делала в свободное время, в то время я еще была по найму работала но кухню я вообще быстро сделала перекраска заняла, не знаю, дня 2-3 уже фасад и вот как встроенность сделали другая история, но там тоже ушло тут уже нужна была мужская сила все равно нужны руки приложить то есть, если шлифовка надо держать и шлифуешь но это тоже хорошая физнагрузка была в ковидные времена но это уже мебель найти, перенести перекрасить где-то там выдержать но особых сил нету но сила рук нужна это еще не очень она в кухне она в кухне в кухне она она украшало там она 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 Можно спокоиться, релаксировать, когда смотришь на огонь. Сбросить негатив и восполнить свою энергию. Чтобы минимизировать опять-таки расходы, я просто заказала основу из ротанга, а уже дальше я сама придумала спинку такую и из макраме сплела. Тем самым вышло мне намного дешевле. И то же самое время релакса, вюта добавила. И вот на Новый год с дочкой мы сделали столбик письмо Деду Морозу. Просто есть же балясины, столбики для лестниц. Просто я вот отрезала от остатков полочки, сверху прикрепили с ней ящичек. Вот это есть кронштейны для цветов повесили и вот такую композицию сделали с ней. Моя дочка очень любит маляр, у меня маленький он. Она любит все это делать. Я сама все сделала на Новый год. В соцсетях мы делали вместе с ней мастер-класс. Да, да, да. Отчағына оғылырыны ей хамея көмельхөребеттек де? Ага. Тоже положу, да? Ага. Вот я плетку сама положила перед камином, чтобы угольки не попадали на пол. Ага. Животные у меня тоже есть. Давно мечтала найти такой ретро ТВ. Да? Ага. Ну, вообще, где мы находим такие вещи? Ага. Урубку мебель, объявления? Конечно, первый раз приходит в голову это объявление, платформа объявлений, либо мусорка- буфетики наши. Но у нас есть сообщество любителей ретро мебели, и мы, если кто-то увидел, они сразу кидают вот по такому адресу выбросили стулья или кресла и бежим. И кто быстрее поймает. Но вот этот домик я долго искала телевизор, я нашла на платформе объявлений. И тут ножки от старого советского табуретки обновила тоже и покрыла маслом. И заднюю стенку сделала. Просто сама форма меня привлекала. Ага. Ага. Тут тоже макраме я сделала абужур сама. Это у нас в маркетплейсе был светильник, там он был из бумаги, а он быстро рвется. Но уже абужур несколько лет уже не служит. Тоже красивый рисунок создает вечером. Ага. Эта кошка, да, это всё для моих. Тут вот она уже лежит, тут видите, как королева. Ага. 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 И тогда здесь лежишь, и она обязательно сюда приходит рядышком лежит. Мурчит, тоже со мной отдыхает. Это очень многое. Но я хочу сказать, что я люблю это. Мне нравится, что здесь есть штука. Я люблю это. Но я люблю это, что я люблю, что я люблю. Моджу, лага, бодан, катана, хпулар, антон, дебо, остул, эйхайдах келбитей, он не дыха, устукатений. Этот стол тоже я давно хотела, вдохновлялась там скандинавскими этими стилями, видела такие столы, именно белые и столешницы дерева. И опять же вот на нашем сообществе соцсетях девушка одна сказала, я распродаю мебель, типа гаражную. Я побежала и вот нашла такой стол, купили, и он вообще был такой, кто помнит советскую мебель, там такой слой лака, видно прямо в разрезе толстый лак. Я его вообще снимала очень долго, сначала я строительным феном разогревала, шпателем снимала, потом с рецепрессом наносила, ждала, пока он треснет шпателем. У меня ушло где-то банок пять, наверное, вот. А на краске, на краске, на жидкость, да? Этот лак. Они, видимо, на все времена решили стол сделать. И потом уже шлифовала его и покрыла тоже маслом. А вот этот стол я очень давно мечтала, он называется кабинетный стол. Я в мыслях, в космос мысли посылала, что хочу его. Необычный, вот, как тубреп, да, вот, стулья с подлогодниками. И вот буквально я зимой пошла и вижу, из-за этими баками спинка виднеется. У меня сердце, ту-у-у, быстренько побежала. И увидела, вау, помните, такие вот темное дерево и зеленую ткань? Помните, вот такой он был. Темно-коричневый и зеленую стаж и вот я его отреставрировала. А что она, как бы, длил быт мебели на объявлении нэнн да болон, бюфетка тэн да болон, а лох бартат туспа, бейта остуриелах, он на остуриелах поларбунаде. Галина, короче, дар бит, как ты халарся, Галина молодец, тем более в городской квартире, и кэты стиль это супер, тем более своими руками особый уют создает тэн. Спасибо. Это краска специальная, эмаль по мебели называется, фирма известная, российская, именно для обновления фасадов кухни. Там у них целая линейка есть для обновления мебели, и для дверей, для пола есть, для стен, так что можно выбрать. И она идет сразу с грунтовкой, это плюс. И там большая палитра колеровки. Можно заколеровать. Есть же вот такие веера с номерами. Вот колер, да, мериллер. Вот такой у меня кресло есть. Это 60-х годов. Называется серия Релакс. Это реально Релакс. Тут спинка и сидушка идут цельные. Для меня была проблема обивка. Да, у всех YouTube блогеров там были, что спинки раздельные и обшиваем. Тут мне немножко помучилась, но вот в стиле шеле такой немножко у меня. Где? Где? Это специально тоже мебельная ткань, вот отталкивающая, грязь отталкивающая. И у нее спинка очень эргономичная и очень хорошо отдыхается. И мебель она из цельного дерева идет, то есть, да? А, то МДФ, это спинка. А, нет, они формальдегиды не выпускают воздух, это очень экологично. И я его тоже купила по объявлению на Новый год. Ага. И помню, у нас машины не было, мы его на руках принесли. Да? Через весь квартал внесли. Но мне кажется, этого стоило. Ни у кого такого кресла нет, как у меня, да? С высокой спинкой и... Борота ураты? Вторая жизнь мебели я даю. Чем она бы лежала где-то там, да? Гнила это... Сейчас как же мод маки и популяризируется экологичное потребление мебели и предметов. Да? Да. В этой реставрации, мы берем мебель и их кистын берет. Картчины экономии лагын. Оноттон, бээнс-эдабылгынан омарбуд мебели, бээгар күнде он на сыны лаг болар. Да? Да. Главное, это шлифмашинка. Ага. Шлифуешь. Она шлифует до идеальной поверхности, чтобы не было заусинец, ну, тут себе нельзя было себе поставить, как за носу, да? Ага. И уже потом покрыла лаком. Я сделала из пыня два-три столика и там уже подарила подружкам. Ну, это такой классный подарок. А шлифов каламбаранган лахтадынду и бетер арына соттунду? Нет, я масло. Масло по дереву. Я люблю. Ага. И вот такие лов-ножки. Ну, они продаются у всех мебельных магазинах. Ага. Ага. Это обычная сосна, главное тут играют опять-таки формы. Ага. Ага. И тут он треснул, когда уже это была осень, он был влажный, а дома вот высох. Такой красивенький стол. Ага. 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 У нас был корзин калорин, готовый дырд? Готовый дырд, да? Ага. Ага. У нас был халбит беремен, буфетница, у нас был скап ту... Ну, тумба. Тумба. Старина. Это вообще современный был книжный шкаф в темно-коричневом свете, стекло коричневое было. Ага. Я искала, вообще хотела буфет, старинные же бывают, такие же самодельные. Но мы знаем, что сейчас такая большая ценность на ретро-мебель, а не ценность большая стала стоимость. И я увидела такой шкафчик, они сказали, берете или выкидываю. Угу. И я беру, беру. Побежали, влага в машину влезла и вот стекло перекрасила, переставила. Ага, стекулятор. Ага. И вот внутри я там оберточная бумага. Красиво. 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 Ага. Магабойный клей. Поклеила и перекрасила. Ага. Ихитин хомоуын да гана стиле байта алух ураты он на туга битте. Угу. Да, люблю посуду. Такую красивую их собираю. И похоже такой скандинавский стиль мебели. Самый известный был. И я вот тебе сама сделала. Угу. 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 Это самодельная меловая краска была. Тоже покупала. Угу. Видишь, вот там она более такая вот, немножко глянцевая, а тут она более такая матовая, шероховатая, и тем, что хорошо она можно разбавлять, но она не засыхает. Да, в весенний-осенний период беру заказы. Там я делала старинный буфет, я же хотела, и судьба мне дала этот шанс, и я сделала буфет. Летом у меня были заказы. Сөпчега Лейна Мақтал, бүгінің үргімділу нанғын бейберевдегер үлджетті ауықкар. Күміне күрәйтші дарбет, мұнан бейге тағары бүтеміктен әр, анығыз береге көрсөк қадер.